Рыба пошла на нерест из-за аномально теплой зимы. Инспекторы по охране окружающей среды спешно ввели запрет. Мораторий растянется до лета. В эти дни удильщикам запрещено заходить в воду. Доставать из нее чужое небо тоже нельзя. Следует сообщить инспектору. Как только начнется потепление обильное, то сразу у нас начинается нерестовая такая рыба, как ясь. Потом лещ. Соответственно, все семейство карповых, плотва, густера, рыбакам, любителям у нас сейчас можно осуществлять лов на одну удочку с одним крючком, только с берега. Ну и в светлое время суток, без захода в воду. Антон Писецкий – живой прототип старика из сказки Пушкина. Удочка – запасная леска с Настей. Для него набор первой необходимости. Старик ловил неводом рыбу, старуха прила свою пряр. Мужчина рыбачит, сколько себя помнит. Не ради улова, говорит, для удовольствия. Большинство добычи выпускает обратно. Ну вот сейчас, кроме кунька, ничего. Я даже и другого не беру. Беру червячка, потому что, ну, ловят вот таких вот плоточек. Но мне она только разве что ради удовольствия снимать и выкидывать. Мне уже восьмой десяток. Я дома сидеть не могу. Надо искать старость на рыжке. Молодости сила берут вверх. Юрий Назаров – вулканизатор на Белшине. После смены мужчине хватает сил взять удочку и махнуть к воде. Программа дня остается неизменной уже 20 лет. Пойманную рыбу жарит или сушит таранку. Однажды выловил трехкилограммового леща. Вот это я понимаю, зверюга. Как думаешь, сколько? Килограмм три будет? Ну, где-то под три. Плотва под лещовая. Маленькая глубинная уклейка. Как выходные на работе попадают, так приезжаю. Раз в четыре дня приблизительно. В тюрьму за рыбу. Браконьерам светит внушительный штраф или небо в клеточку. Стражи природы даже приближаться к воде с сеткой не советуют. В общий весенний рестовый запрет незаконная добыча любого вида рыбы умножается на троечку. То есть коэффициент троечки применяется. Если так, например, осад плотвы стоит одну базовую величину, вред причиненную окружающей среде, то во время запрета это будет три базовых. При достижении суммы вреда свыше 100 базовых величин, лечет за собой уголовная ответственность, предусмотренную статьей 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Несмотря на морозную погоду, рыбаков на реке хватает. На сегодняшний день по итогам рейда нарушения не выявлено. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобрыск-360.